МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире вечерний выпуск новостей в студии Диас Махамбетов. И вначале коротко о главном к этому часу. Спикер Мажелиса Нурлан Нигматуллин подверг жесткой критике главу Минздрава Алексея Цоя за низкие темпы массовой вакцинации населения. Какие еще недостатки увидели в работе профильного ведомства депутаты? Ваши дипломы, посмотришь, вы там все, организаторы здравоохранения, еще кто-то, организуйте хотя бы вакцинацию. Алматы в лидерах по темпам всеобщей иммунизации населения от коронавируса. Сколько жителей привились первым компонентом, а сколько и вторым? В репортаже Динары Сабитовой. Этот прививочный пункт открыт в одном из общежитий на территории Казахского национального университета. Подсудимые по делу о выдаче и продаже земель близ аэропорта Алматы, где потерпел крушение самолет авиакомпании БКР, выступили с последним словом. О громком процессе материал Рамины Мерзалимовой. Именно в этот день будет вынесен приговор по этому громкому делу. Бессмертному полку 10 лет. О том, как акция памяти воинов Второй мировой войны переросла в крупнейшее гражданско-патриотическое движение, ежегодно проводимое во многих городах и странах мира, репортаж Романа Нощенко. Наша задача — это сохранить о них память и передать их истории своим детям, внукам и правнукам. Аким Алматы Бакаджан Сагентаев призвал жителей мегаполиса в преддверии праздников воздержаться от посещения мест массового скопления людей, чтобы не подвергать опасности своих близких. Полчаса назад в прямом эфире программы Акимат Лайф глава мегаполиса рассказал об эпидемиологической ситуации в городе. По его словам, за последние сутки зарегистрировано 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписаны 574, а в стационары поступили 293 человека. При этом, как сообщил Бакаджан Сагентаев, отмечается снижение суточного прироста с 1,4 в неделю назад до 1,1. Но чаще всего заражаются люди в возрасте от 20 до 70 лет. Поэтому Аким заявил о важности вакцинации и призвал не откладывать ее на потом, поскольку только всеобщая иммунизация позволит выработать коллективный иммунитет и вернуться к жизни до пандемии. В то же время должны понимать, что другого пути выйти из этой пандемии, кроме как поставить вакцину и получить полностью иммунизацию нашего города, населения нет. Поэтому не надо верить всяким слухам, всяким роликам, всяким фейковым роликам, которые придумывают антивакцеры. Не спят они, каждый день что-то выбрасывают. Рассказал Бакаджан Сагентаев и о планах по отделению города. Аким напомнил, что этой весной в мегаполисе высадили более 50 тысяч саженцев. Из них 8 тысяч – это яблони Сиверса на горе Куктебе. Он также рассказал, что в районах города высажены дуб, ясень, каштан, сирень, катальпа, вяз, сосна, ель и другие виды деревьев. Спросили во время эфира Бакаджана Сагентаева и о проблеме с водоснабжением в отдельных микрорайонах Наурызбайского района. У нас также параллельно по Нарузбайскому в Каргалы строится водозавор вместе с фильтровальной. И мы в этом году там сдадим. И все микрорайоны, которые находятся под ножей Каргалы, вот этот водозавор, они уже получат более качественные в полном объеме воду. И вот Аксайская тоже, если сегодня объем фильтровальной где-то 3,5 тысяч кубов, после того, как мы построим, там поднимется до 22 тысяч. То есть, можно сказать, зальем водой. Напоминаем, что Алматы находится в красной зоне по типам распространения коронавируса. Соблюдайте масочный режим, социальное дистанцирование и воздержитесь от посещения мест массового скопления людей. И помните, что победить коронавирус можно только одним способом – получить вакцину. А мы продолжаем выпуск. Спикер Мажолей Санурлан Нигматуллин сегодня подверг жесткой критике главу Минздрава Алексея Цоя за слабую организацию массовой вакцинации населения. Недовольны работой профильного ведомства и отдельные депутаты, которые посчитали работу по всеобщей иммунизации провальной, о решении об увеличении интервала между прививками неправильной. Зашла речь на заседании Нижней палаты парламента и о стоимости вакцин. Айна Рафина Рикпаева обо всем по порядку. Сегодняшнее заседание Нижней палаты парламента началось с порции критики в адрес Минздрава. Спикер Мажолей Санурлан Нигматуллин и отдельные депутаты недоумевают, для чего в профильном ведомстве решили увеличить интервал времени между двумя компонентами препарата «Спутник ВИИ». Вы сейчас сказали, я вот пометил, 21 день, да? Кто-то из Ваших заместителей вышел, говорит 90 дней. Вы сейчас говорите максимально 45 дней. Но мы же полностью всех запутали. Мы двигаемся в рамках международного стандарта, Алексей Владимирович. Так, да? Да. Ваши дипломы посмотришь, Вы там все организаторы здравоохранения, еще кто-то, ну так организуйте хотя бы вакцинацию. Давайте не будем людям голову морочить. Ранее интервал был увеличен до 45 дней, а в целом срок вакцинации вторым компонентом допускался до 90 дней. Такой пункт был внесен в новое постановление главного санврача. Но у главы Минздрава на этот счет своя точка зрения. Второй компонент, он неизбежно идет за первым. То есть, когда граждане сделали первый компонент, второй компонент догоняет через 21 день или максимум через 45 дней. Надо понимать, что даже привившись первым компонентом, на 15-й день появляются антитела. Есть четкие графики поставок у нас, и мы с регионом работаем. Во время заседания Нурлан Нигматуллин обратился и к членам правительства, отвечающим за запуск завода по производству отечественной вакцины в Жамбылской области. По словам первого вице-премьера Алихана Смыилова, все идет по плану. Завод сможет выпускать ежегодно до 60 миллионов доз. В правительстве занимается заместитель премьер-министр Тукжанов. Среди министров это Министерство образования и науки. Сейчас все технические работы проводит Акимат. Действительно, как только он всю техническую часть закончит, передает на баланс Министерства образования и науки. Досталось Минздраву яд Монжельсмена Азата Перуашева. По его данным, за три месяца вторым компонентом вакцины привились не более 350 тысяч человек. Это всего 2% населения. Тем самым, по мнению Монжельсмена, компанию по массовой иммунизации казахстанцев можно считать провальной. Депутат также высказался об увеличении интервала между двумя дозами. За такие расхождения предприниматели без вопросов штрафуют. А могут и посадить вообще-то. А наши чиновники в министерствах за свои провалы, наоборот, выписывают себе премии по 15 миллионов. Вы хотя бы обоснуйте такие прыжки и перепады настроения какими-то внятными расчетами, научными аргументами. Откуда они берутся? Речь зашла и о себестоимости вакцины. Азат Перуашев заявил, что чиновники не предоставляют данных о реальной цене препарата и насколько она обоснована в сравнении с другими зарубежными аналогами. Айдрафина Рихпаева, телеканал Алматы. Сегодня же ситуацию с интервалом между двумя дозами мы попросили прокомментировать разработчиков казахстанской вакцины Казвак. Прямо сейчас с нами на прямую связь из Жамбылской области выходит заведующий лабораторией научно-исследовательского института при Министерстве образования и науки Леспек Кутумбетов. Добрый вечер, Леспек Викулатович. Вот можете объяснить, для чего вообще увеличивает интервал между двумя прививками и не повлияет ли это на эффективность препарата в организме? Леспек Викулатович. Значит, это не зря выбирать. Это все как бы исследуется экспериментально, но в наших исследованиях мы испытывали интервал и 14 дней, интервал 21 день, месячный. При испытании вот нашей вакцины наиболее эффективным оказался промежуток между как бы двумя вакцинациями 21 день. Можно вводить, конечно, и в 14 дней, можно и в 28 дней, но эффективность этой вакцины будет несколько ниже, чем вот при таком интервале введения. То, что касается вакцины спутник Ви или спутник 5, мне неизвестно, почему они удлиняют интервал между двумя введениями. Это как бы вопрос должен быть как по разработчикам. Ну, я думаю, что они не делают, чтобы навредить кому-то. В любом случае, они должны обеспечивать иммунитет у привитого населения. Возможно, при удлинении второго как бы срока второго введения как бы вакцинного препарата, возможно, они у них сохраняется иммунитет и вторым введением они в любом случае стимулируют как продолжение иммунитета в организме. А вот насколько эффективна развивая доза вакцины и обезопасит ли один компонент от вируса? Ну, в принципе, после первой и второй вакцины, вакцинации, значит, идет иммунная стимуляция организма, но после первой дозы вакцины, значит, иммунная стимуляция идет, но она не продолжается длительно и не повышается уровень иммунной реакции настолько, настолько бы хотелось. Поэтому дается вторая доза вакцины, чтобы повысить иммунитет и чтобы он более продолжительный. Конечно, после первой вакцинации, естественно, через 21 день уже появляются гуморальные факторы иммунитета в виде вирусно-нетрализующих антител или других антител специфических, которые нейтрализуют вирус COVID. А вторая вакцинация, это уже идет стимуляция появившейся иммунитета на более высокий уровень и на более продолжительный период продолжительности иммунитета. Спасибо за ответы. С нами на прямой связи был один из разработчиков казахстанской вакцины Леспек Кутумбетов, и мы продолжаем выпуск. В Алматы началась вакцинация китайским препаратом Хаятвакс. Только за сутки ею привились более 6 тысяч жителей мегаполиса. Пока в Южную столицу доставили 15 тысяч доз. Об этом сообщили в городском управлении общественного здоровья. Хаятвакс производят на базе фармацевтической компании Жулпар в Объединенных Арабских Эмиратах. Препарат официально зарегистрирован Министерством здравоохранения и профилактики Эмиратов и Китайским центром оценки лекарственных средств. Фонд Самрук Казена уже закупил миллион доз вакцины Хаятвакс. Теперь у казахстанцев есть возможность выбрать между тремя антивирусными вакцинами. Это российский спутник ВИ, отечественная Казвак или китайская Хаятвакс. Тем временем в Алматы продолжает расти число вакцинированных. На сегодня прививку от коронавируса получили 234 тысячи человек. Такие данные приводит Минздрав. Из этого количества свыше 30 тысяч – это люди старше 65 лет. Причем получить антиковидную прививку может любой желающий в пунктах вакцинации. В одном из них побывала Динара Сабитова. С начала массовой вакцинации в Алматы прививочные пункты начали разворачивать в поликлиниках, ТРЦ, школах, акиматах, цонах, базарах и даже в образовательных учреждениях. Главная задача – охватить вакцинации как можно больше людей. В прошлом месяце специальные кабинки оборудовали на территории казной имени Альфараби. Этот прививочный пункт открыт в одном из общежитий на территории Казахского национального университета. Среди посетителей в основном студенты и сотрудники университета. За один месяц работы первый компонент вакцины успели получить 305 человек. А на днях второй этап всеобщей иммунизации стартовал в доме студентов номер 10. Во избежание столпотворения пациентов записывают заранее на удобное для них время. В сегодняшний день самая эффективная защита от коронавирусной инфекции – это вакцинация. У нас в медпункте проводится вакцинация российской вакцины «Спутник Ви». На данный момент мы закончили первый этап вакцинации. Те, кто получил первый компонент, делятся, что чувствовали небольшое недомогание, повышение температуры и слабость. А вот после второй дозы никаких побочных эффектов не наблюдалось. Сегодня я пришла получать второй компонент вакцины. Я решилась на это, потому что я часто контактирую со студентами и не хочу никого заразить. Никаких побочных эффектов не было, поэтому можете не бояться. Люди разных возрастов должны получить вакцину ради безопасности друг друга. Мне бы хотелось поскорее вернуться к прежней жизни до пандемии и надеюсь, что прививка поможет. На сегодня по стране прививку от коронавируса получили свыше миллиона 400 тысяч казахстанцев. А вторым компонентом провакцинировались более 400 тысяч человек. В лидерах по числу вакцинированных остается Южная столица. За минувшие сутки свыше 2000 казахстанцев заболели коронавирусом. Выздоровели более 2600 человек. Умерли от инфекции 34 пациента, еще пятеро от ковидной пневмонии. В стационарах Алматы лечатся около 3500 инфицированных. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 236 зараженных. К аппаратам ИВЛ подключены 35 пациентов. На амбулаторном лечении находятся более 4800 человек. Между тем, Мангистауская область перешла из желтой зоны в зеленую. В ней также находятся Туркистанская, Костанайская и Североказахстанская области. В остальной части все без изменений. Согласно данным портала World Matters, Казахстан находится на границе с желтой и красной зон и занимает 52-е место в мировом антирейтинге. А теперь об эпидситуации в мире. Несмотря на миллионы зараженных, Индия не спешит вводить новый локдаун. Только за последние сутки в крупнейшей южноазиатской стране выявлено свыше 380 тысяч новых случаев заражения. Умерли более 3700 человек. Вторая волна пандемии в этой стране, усугубившаяся из-за несоблюдения правил безопасности, общенациональных праздников и выборов, привела к тому, что многие больницы оказались переполнены. Проблемы с тестированием, диагностикой и лечением, а также нехватка коек, медикаментов и даже кислорода спровоцировали резкий рост смертности. В стране официально зарегистрировано свыше 222 тысяч смертей от коронавируса. Однако эксперты считают, что эти цифры сильно занижены и не соответствуют реальному положению дел. Европейское агентство по лекарственным средствам начало рассмотрение китайской вакцины Синавак. Между тем, массовая вакцинация против COVID-19, другой китайской вакцины Синофарм в Северной Македонии и Черногории набирает обороты. Большинство балканских стран испытывают острый недостаток в вакцинах, за исключением Сербии, которая начала успешную кампанию по вакцинации благодаря крупным поставкам препаратов Синофарм и Спутник Ви. В России научный центр «Вектор» проверяет возможность трехкратного вакцинирования препаратом «Эпиваккорона», чтобы усилить действие антител. Это уже вторая вакцина против коронавируса, разработанная российскими специалистами. Соединенные Штаты в рамках кампании по вакцинации поставили перед собой новую цель привить первой дозой вакцины 70% взрослых американцев ко дню независимости. По словам президента страны Джо Байдена, 160 миллионов американцев к этому времени пройдут полный курс вакцинации. Уважаемые телезрители Алматы все еще находятся в красной зоне под темпом распространения коронавируса. Соблюдайте масочный режим, социальное дистанцирование и воздержитесь от посещения мест массового скопления людей. Помните, что победить коронавирус можно только одним способом, получив вакцину и добившись коллективного иммунитета. Это итоговые новости. Не переключайтесь. Подсудимые по делу о выдаче и продаже земель близ аэропорта Алматы, где потерпел крушение самолет авиакомпании БКР, выступили с последним словом. О громком процессе материал Рамины Мерзалимовой. Именно в этот день будет вынесен приговор по этому громкому делу. Бессмертному полку 10 лет о том, как акция памяти воинов Второй мировой войны переросла в крупнейшее гражданско-патриотическое движение, ежегодно проводимое во многих городах и странах мира, репортаж Романа Нощенко. Наша задача – это сохранить о них память и передать их истории своим детям, внукам и правнукам. Вы смотрите новости, мы продолжаем. 15-летняя девочка, которую на угнанном авто сбил пьяный лихач в Алматы, скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщили в департаменте полиции. Подростка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а позже она впала в кому. Жуткое ДТП произошло минувшей ночью на Ильейском тракте в районе 70-го разъезда. По словам очевидцев, водитель иномарки на большой скорости двигался в южном направлении. В это время девочка перебегала дорогу в неположенном и неосвещенном месте. Пьяный водитель не успел среагировать. От сильного удара пострадавшую отбросила на десятки метров. После чего мужчина, не справившись с управлением, вылетел на обочину и врезался в фонарный столб, затем вышел из машины и спешно покинул место аварии. В отношении водителя начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан, 345, часть 3 и 347. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В Алматинской области близится к завершению судебный процесс по громкому делу о крушении лайнера авиакомпании БКР. На скамье подсудимых те, кого обвиняют в незаконной выдаче земель близ аэропорта Алматы. Специалисты считают, что человеческих жертв можно было избежать, если бы самолет не врезался в жилое строение. Сегодня шестерым подсудимым, которых и обвиняют в незаконной продаже участков, дали возможность произнести последнее слово. Суд проходил в Толгарском районном суде с участием представителей СМИ. Рамина Мирзалимова наблюдала за процессом. Судебное разбирательство, длившееся больше года, близится к завершению. На скамье подсудимых по-прежнему шесть человек. Пятеро экс-чиновников и женщина, которая занималась продажей участков. Бывшие госслужащие все это время находились под домашним арестом. Риэлтор была под стражей. Выступая с последним словом, большинство фигурантов уголовного дела признали вину и раскаялись содеянным. Они просили суд не лишать их свободы, потому как у каждого по трое и четверо детей. Не думал, что мне доведется выступить с последним словом. Так же, как принято и говорил, я полностью сожалею. Прошу в вашу честь при вынесении приговора учесть семейное мое состояние. У меня на изъявлении находятся престарелые родители и пятеро несовершеннолетних детей. А вот риэлтор Нурай Малданыш, которая больше года сидит в СИЗО, вину не признала. По ее словам, она не оформляла никаких документов. У женщины двое несовершеннолетних детей. Хозяева земельного участка, кто имеет миллионные избирательные в кармане из этих участков, они заработали миллионы долларов. Они сами продали эти земельные участки. Я все всеми веществами, доказательствами показала. Делала ссылку. Обвинение держится только на голосовных долгах, индиционных лиц. Адвокат Нурай Малданыш также заявил, что его подзащитная имеет лишь косвенное отношение к этому делу. Он надеется, что суд учтет все аргументы защиты. Те моменты, которые были озвучены в ходе судебного разбирательства, они имеют существенную роль для вынесения законного и справедливого приговора. И все-таки суд должен учесть эти обстоятельства. А эти обстоятельства именно говорят о том, что действительно моя подзащитная, она к данному преступлению не имела никакого отношения. Ранее обвинение запросило для подсудимых от 4 до 6 лет лишения свободы, так как 8 лет назад земельный участок площадью 1,34 гектара, расположенный в Гульдалинском сельском округе, где и потерпел крушение самолет «Фоккер-100» авиакомпании «Бэкэйр», бывшие чиновники вместе с риэлтором получили путем мошенничества. Участок изначально был отведен под дорогу и озеленение. Однако подсудимые, зная об этом, изменили его целевое назначение. Точка в этом затянувшемся процессе будет поставлена 12 мая. Именно в этот день будет вынесен приговор по этому громкому делу. Напомню, авиакатастрофа с Бэкэйр под Алматы произошла 27 декабря 2019-го. Она унесла жизнь 12 человек. Рамина Мирзалимова, Арсен Сандыбаев, Телеканал Алматы. Более 800 сельских акимов будут избраны прямым голосованием уже во втором полугодии. Сегодня министр нациоэкономики Осет Рыгалиев представил депутатам новый законопроект о выборах. Согласно документу, снижается и порог прохождения политических партий в мажилиз парламента с 7% до 5. А также в избирательные бюллетени всех уровней добавят графу против всех. Ранее такое поручение давал Касым Жомартукаев. Спикер-мажилиз Анатлан Нигматуллин читает, что нормы законопроектов по вопросам выборов позволят усилить восприимчивость сельских акимов к проблемам населения и будут способствовать развитию политической конкуренции. Акимами могут быть избраны граждане Республики Казахстан не моложе 25 лет, соответствующие квалификационным требованиям согласно законодательства госслужбе. Так, в выборах могут участвовать кандидаты, выдвинутые политическими партиями, и самовыдвиженцы путем сбора подписей не менее 1% от общего числа избирателей. При этом Аким района в случае отсутствия выдвинутых кандидатов либо выдвижения только одного, вправе выдвинуть двух либо одного кандидата соответственно. В Алматы продолжается переход многоквартирных домов на новую форму управления объекта кондоминиума. ОСИ или простое товарищество. Сегодня Аким Бахаджан Сагентаев разместил на своей странице в Инстаграм пошаговую инструкцию для жителей. По его данным, на сегодня в городе создано 375 объединений собственников имущества и 391 простое товарищество. Управлять финансами и хозяйственной деятельностью по сохранности и содержанию общего имущества жильцы будут сами. ОСИ будет работать по принципу «один дом, один счет». Горожане также имеют право сами выбирать, какие сервисные организации и коммунальные службы будут их обслуживать. Для создания новой формы собственности необходимо созвать собрание жильцов, провести голосование и предоставить перечень документов в органы юстиции. В этом году Бессмертному полку исполняется ровно 10 лет. Созданное в 2011-м крупнейшее гражданско-патриотическое движение обрело немыслимые масштабы, охватив многие страны мира. Его цель — сохранить память о героях Второй мировой войны. Но вот уже два года как шествие памяти не проводится на улицах городов из-за пандемии. Все перешло в онлайн-формат. Наш телеканал тоже присоединился к этой акции, рассказывая устами потомков о судьбах фронтовиков. С внучкой и правнучкой героев войны из Актюбинской области встретился наш корреспондент Роман Нощенко. Супружеская пара врачей Нурсултан из Богомбетов и Алмагуль Алдебергенова бережно хранят память о своих дедах-фронтовиках, воевавших на передовой и приближавших победу в тылу. Сам Нурсултан сражается и сегодня, только уже с невидимым врагом в ковидном госпитале. В этот день особенно остро мы хотим прикоснуться к нашим корням, к тем, кто нас защитил, кто дал нам возможность вот так вот свободно дышать, гулять, наслаждаться весной, сытно жить, растить детей, следить за своим здоровьем. Ничего это не могло быть, если бы не они. Дедушка Алмагуль по материнской линии умер задолго до ее рождения, но ей в наследство детально передали зигзаги его трагической судьбы. Он пошел на фронт, вернулся тяжело раненым. И вот в 50-м году он скончался, поэтому моя мама с 6-7 лет росла сиротой. Это очень большой отпечаток наложило на ее взросление. Уже правнучка героя войны, майора-политрука Утимиса Алдобергенова, дошедшего до самого Берлина, знает все наизусть о подвигах легендарного предка. Важно помнить, кто тебя защищал, кто ради тебя жизнью рисковал, что ради вот свободы, ради победы. Я горжусь своим прадедушкой, героем Утимиса Алдобергеновича. Мы награждем орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды и орденом Трудового Красного Знамени. Дедушка Нурсултана в годы войны в поте лица трудился на добыче черного золота, снабжая фронт нефтью. В родных краях о нем помнят, как об искусном охотнике, который во время голодомора прокормил два аула. Дедушка Кайрахмед, он не попал на войну, потому что по броне он качал нефть, мы с западного Казахстана. Нефть была самым важным для танков, для орудий, для фронта. Они сами не доедали, они сами работали очень тяжело. И все для фронта, все для победы. Из Казахстана на фронт было призвано свыше миллиона двухсот тысяч гвардейцев, из которых четыреста десять тысяч остались на полях сражений. И нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы обошла война. Мирное небо и свобода – это то, что даровали нам героические предки, самоотверженно бросившись защищать рубежи Родины. Наша задача – это сохранить о них память и передать их истории своим детям, внукам и правнукам. Роман Нощенко, Сагингали Мунайдбасов, телеканал «Алматы». Телеканал «Алматы» запустил акцию «Никто не забыт, ничто не забыто» в честь празднования 76-й годовщины победы во Второй мировой войне. Призываем алматинцев размещать в соцсетях под хэштегом «Никто не забыт Казахстан» или отправить на наш WhatsApp номер 8 747 324 7707 фотографии и портреты своих героических предков, воевавших на фронте. Мы обязательно опубликуем их у себя на сайте и покажем в эфире. Не забывайте, что Алматы находится в красной зоне под темпом распространения коронавируса. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и помните, что победить коронавирус можно только одним способом, получив вакцину. Еще больше новостей ищите на сайте алматы.тв и ютуб-канале Алматы ТВ Ньюс. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok